И у нас... Я хотел бы рассказать кусочек предыдущей истории про устойчивость положения равновесия. Я сформулировал теорему Липунова об устойчивости по первому приближению, и я хотел бы показать немножко, как она доказывается. Я думаю, что мы сейчас не... Полное доказательство я не буду рассказывать, но основную идею скажу и основной метод. А, в общем-то, завершить это доказательство — это, в общем-то, некоторое упражнение. Значит, устойчивость... Извините, пожалуйста, а мы не видим, что вы пишете. Так, дай правду, у меня почему-то черный экран транслируется. Значит, устойчивость положения равновесия. Теорема Липунова. Значит, я напомню, что теорема формулируется так, что если у вас есть положение равновесия, значит, у нас, допустим, есть векторное поле, x точка равняется v от x, и у нас есть какая-то x со звездочкой — это положение равновесия, или особая точка векторного поля, что то же самое. И матрица А — это матрица линеаризации векторного поля в точке x со звездочкой. И у матрицы А есть собственное значение лямбда 1 и так далее, лямбда n. Тогда утверждается следующее. Значит, первый вариант, когда все собственные значения имеют отрицательную вещественную часть. и тогда x со звездочкой устойчиво полюпунову. Второй вариант, когда существует такое j, что естественная часть лямбда j больше нуля, тогда x со звездочкой не является устойчивой. Сейчас, здесь даже было не полюпунова, а симптотически. На самом деле. Если вещественная часть положительна, то тогда x со звездочкой не является устойчивой полюпунову. Вот. И давайте я скажу пару слов по поводу доказательств этой теоремы. Значит, основная идея состоит в том, что все-таки линеаризация, она задает некоторое приближение к реальной нелинейной системе. А поскольку условия, которые у нас есть, условия устойчивости, это условия локальные, то есть мы говорим, что что-то происходит в маленькой окрестности особой точки, то логично было бы ожидать, что добавление нелинейных слагаемых ничего не поменяет. Значит, ну давайте, давайте покажу, как это делается. Давайте я докажу для линейных систем. Значит, доказательства для линейных уравнений. Значит, давайте считать, что x со звездочкой у нас это начало координат. Ну, как бы это не ограничивает общность, мы всегда можем переместить начало координат в эту точку, просто сделать сдвиг. Поэтому я сразу буду считать, что у меня x со звездочкой равняется нулю. И теперь у меня уравнение x с точкой равняется ax. И исследуем устойчивость. Положение равновесия 0. Ну, а про эту систему замечательно то, что мы, например, вообще знаем, как она решается, но на самом деле нам все это же и не понадобится ее решать. Дело в том, что мы будем использовать немножко другой метод. Смотрите, какая идея. Значит, давайте я напомню, что у нас была такая штука. Значит, если какая-то функция φ из фазового пространства vr, давайте считать, что у меня здесь фазовое пространство мирное. Значит, какая-то дифференцируемая функция. Можно рассмотреть ее... Как бы ее поведение вдоль фазовых кривых. А именно, можно рассмотреть такую штуку. Нет, давайте пусть она будет не φ, а пусть она будет какая-нибудь другая. Пусть она будет f большая. Потому что φ я сейчас хочу зарезервировать, допустим, за решение. Может, не буду. Значит, можно рассмотреть ее изменения вдоль решения уравнения. Значит, уравнение вот это в уравнении 1. Что это означает? Ну, это означает, что происходит следующее. У меня есть какое-то решение. x равняется φ от Т. Какое-то решение 1. И я могу рассмотреть f большая от φ от Т. Это функция одной переменной. И я могу ее продифференцировать по времени. И мы знаем, чему эта штука равна. Эта штука равна... Значит, производный вдоль векторного поля v. В данном случае у меня векторное поле... Давайте я все-таки вот эту штуку обозначу через v. v от x. Значит, производный вдоль векторного поля v. Ну, там взятая в соответствующей точке траектория. От функции f большого. Вот. Помните, мы это все обсуждали, когда говорили, когда вводили вот это вот определение, производное вдоль векторного поля. И мы говорили в точности, что... Ну, как эта штука, откуда она возникает, что такое производное вдоль векторного поля. Это просто... Мне нужно взять производную df по dx1. Ну, в данном случае взятую в точке φ от Т умножить на первую компоненту векторного поля. И сложить... Значит, вот такое вот скалярное произведение посчитать. Вот. Это как раз в точности по определению и есть производная вдоль векторного поля. И смотрите, значит, какая у меня сейчас идея. До сих пор мы обсуждали, что с помощью вот этого понятия, производного вдоль векторного поля, можно доказывать, что какая-то функция является первым интегралом. То есть это означает, что эта функция не меняется вдоль фазовых кривых моего уравнения. А сейчас я буду использовать это же самое понятие для того, чтобы доказать, что траектории будут вести себя некоторым хорошим образом. А именно, давайте представим себе, что вот у меня есть особая точка. И я придумал какую-то функцию, у которой линии уровня вот так вот окружают эту особую точку. Как-нибудь вот так-то не ведут себя. Ну и давайте, например, считать, что эта сама по себе особая точка является точкой минимума. То есть на самом деле у меня картинка устроена так. Значит, вот тут у меня есть мое пространство X1 и так далее, Xn. Тут я беру какую-то ось Z и рисую. Давайте это перекрашу. Значит, и получаю какую-то вот такую вот штуку. Что я утверждаю? Пусть нашлась, существует такая функция F, у которой точка 0 является строгим минимумом, строгим локальным минимумом. и, ко всему прочему, производная вдоль векторного поля от функции F меньше 0 в некоторой окрестности в некоторой окрестности точки 0. Что это означает? Что означает утверждение о том, что производная вдоль моего векторного поля от моей функции F меньше 0? Ну, давайте смотреть. Как это перевести на язык траекторий? Что это означает? Ну, это означает, что вдоль фазовых кривых значение функции F будет убывать. То есть, что это означает с точки зрения вот этой картинки. Как могут вести себя траектории? Здесь у нас убывание. То есть, допустим, это будет 4, это будет 3, это будет 2. Значит, если я знаю, что траектория, что вдоль траектории значение функции F убывает. Как траектория будут соотноситься с вот этой вот картинкой с линиями уровня, которые я тут нарисовал? Значит, это Z равняется F от X, а это, соответственно, F от X равняется константой. Это линии уровня. Теперь я хочу на этой картинке траектории нарисовать. Значит, какое условие накладывает вот это вот ограничение на траектории? Как они могут себя вести? Например, может ли быть вот такая траектория? Такая фазовая кривая? Ну, наверное, нет. Если мы предполагаем, что там производная меньше, да, то она должна, наверное, сходиться к точке, к центральной. Ну, по крайней мере, что она точно не умеет делать, эту траекторию? Расти. Ну, да, она как бы, она не умеет, значение функции F не умеет расти вдоль траектории, то есть это означает, что вот такое движение возможно, мы переходим от линии большего уровня к линии меньшего уровня. А вот так вот в обратную сторону уже нет. Потому что вот здесь, вот на этом участке, значение функции вдоль траектории возрастает. Значит, вот такого не бывает. Бывает обязательно что-нибудь вот такое. У нас значение функции обязанного, у нас значение функции F большое вдоль траектории обязанного убывать, то есть это означает, что сама траектория должна переходить, как бы она должна пересекать вот эти вот линии уровня в направлении от большего к меньшему. И это как раз означает, что если я нарисую любую линию уровня, то траектория может внутрь этой линии уровня войти, но она ни в коем случае не может за эту линию уровня выйти, потому что значение функции здесь меньше, чем значение функции здесь. Значит, это на самом деле ключевая идея этого метода. Этот метод используется много где, но вот это одно из таких ярких применений. Оно состоит в том, что если вы знаете, что если у вас есть какая-то функция F, и у вас есть какое-нибудь вот такое неравенство, то есть вы знаете, что производная вдоль векторного поля от этой функции F знака определена, то это означает, что линии уровня этой функции вы можете пересекать только в одну сторону, что вы можете, так сказать, войти, но не можете выйти. Вот. Понятна эта идея? Значит, ну, собственно говоря, дальше понятно, что если мы вот такую функцию F большой построили, то, в общем-то, мы доказали, мы доказали устойчивость, там, симпатическая устойчивость, потому что у нас возникают вот эти самые области, вот такие вот области, и мы точно знаем, что мы, если в такую область вошли, сколько угодно, значит, у нас возникают сколько угодно маленькие области вокруг нашей особой точки, мы знаем, что если мы в такую область вошли, то мы из-за эту область уже никогда не выйдем. Ну, и дальше там можно все это переписать аккуратно в терминах ε и δ окрестностей, но, в общем, более-менее понятно, что оно сработает, что это вот похоже на то, что у нас происходит, когда у нас какой-нибудь вот такой вот, какая-нибудь вот такая вот штука происходит. Вот. Ну, давайте посмотрим аккуратно. Значит, я теперь хочу построить функцию F вот для таких вот линейных систем. Так, чтобы для этих функций, так, чтобы для этой функции выполнялось бы вот это условие. И делается это так. Значит, смотрите. Во-первых, мы знаем, что все собственные значения моей матрицы... Значит, давайте я сейчас буду доказывать только вот эту вот первую часть. Значит, я рассматриваю случай, когда все собственные значения отрицательны. Все вещественные части собственные значения отрицательны. Значит, доказываем первую часть. Значит, давайте перейдем к жардану в нормальной форме. А именно, у нас наша матрица будет иметь вот такой вид после этого. И давайте я сейчас рассмотрю просто одну жардановую клетку. Значит, мы знаем, что все жардановые клетки, они как бы работают независимо друг от друга. Ну и, в общем, если мы разберемся с одной жардановой клеткой, с остальными будет разобраться, скорее всего, несложно. Давайте рассмотрим одну жардановую клетку. Значит, здесь я считаю, считаю, что у меня лямбда могут быть комплексными, но мне важно то, что у нас вещественная часть отрицательна. Ну, комплексная, она и комплексная, не страшная. Байс может быть комплексной. Значит, смотрите, вот если бы у меня не было вот этих единичек, если бы у меня была бы вот такая матрица, значит, если бы не было единичек, у меня была бы вот такая вот матрица. Вопрос. Придумайте мне какую-нибудь функцию F большого, такую, что... Давайте я еще немножко сейчас упрощу себе жизнь. Давайте считать, что у меня все эти самые лямбда только вещественные. Значит, еще немножко упростим. Пусть вообще лямбда отрицательная, а не только их вещественная часть отрицательная. Значит, давайте придумаем какую-нибудь функцию F большого, про которую мы точно знаем, что она будет убывать вот вдоль такого векторного поля, вдоль векторного поля, заданного такой матрицей. Можете придумать какую-нибудь функцию такого типа? Там можно просто взять сумму всех X. Там же у нас, когда решением будет X какой-то X-итый, точнее, E в степени минус лямбда 1 умножить на T, ну, точнее, если сказать, что лямбда у нас меньше нуля, там будет выражение меньше нуля. Если мы возьмем F как сумму X-итых, то если мы дифференцируем по одному X, то мы получаем единицу, умножаем на что-то отрицательное и получаем отрицательную. Сумму X-ов. Сейчас. Сейчас. Все-таки это, по-моему, так не сработает. Потому что если у вас F, это будет просто если F это просто сумма самих по себе X-ов. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Значит, как найти L в... А, нет, я понял, понял. Нет, если минус X взять, вот так. Минус X. Вот так вы хотите. Ну, кажется, если мы сейчас возьмем производную по, допустим, X1, то получим минус 1, умножим на... Значит, если у вас вот такие вот, если у вас такая F, то у вас D F по D X всегда равняется минус 1, но ведь по D X JT. А, нет, все, 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 я понял. Мы же будем домножать, грубо говоря, вот эту штуку, будем домножать на X с точкой, точнее, X с точкой, это будет лямбда 1 умножить на X на X сыты. Ну, из системы верно, из системы выше, это же верно. Так. Вот, поэтому, если мы возьмем, допустим, скажем, возьмем X1 в квадрате, то, если мы возьмем производную, она будет домножаться еще раз на X1, там будет больше нуля, и лямбда меньше нуля, поэтому будет отрицательная. Да, так что давайте мы в качестве большого возьмем сумму квадратов. Тогда, значит, LVF это будет такая штука. Это нам нужно посчитать, во-первых, DF по DX житая, это просто 2X житая. И, с другой стороны, житая компонента нашего векторного поля в точке X, это что такое? Значит, если у нас векторное поле вот такое, то житая компонента это просто лямбда 1 X житая. Значит, LVF это будет просто такая штука. 2 лямбда 1 X1 в квадрате плюс и так далее плюс XN в квадрате. И эта штука будет меньше нуля, но во всех точках, кроме самого нуля. Всюду, кроме нуля. смотрите, это, в принципе, естественная штука, потому что у нас вот такое поле, оно чему соответствует? Это, в общем, Эйлерово поле, и у нас просто все траектории будут стремиться к началу координат, они будут, на самом деле, двигаться по лучам. Но как бы, если мы вот такую вот картинку бы сразу нарисовали, в общем, было бы несложно угадать, какая именно функция нам здесь подойдет. В качестве такой функции мы сейчас выбрали вот просто функцию, которой линия уровня это окружность. Но заметьте, что для того, чтобы вот это утверждение сделать, нам решение знать не нужно. Мы просто воспользовались тем, что мы знаем нашу функцию и знаем наше векторное поле. Окей, согласны? Теперь смотрите, значит, единственная проблема, которая у нас остается, это остается проблема с вот этими единичками. От них хочется избавиться. Просто так мы от них избавиться не можем, но на самом деле можно сделать вот что. Можно как избавиться от единичек. давайте сделаем вот такую замену координат. значит, мы просто каждый следующий базисный вектор домножаем на мю. На мю, на мю квадрат, на мю в кубе и так далее. Давайте посмотрим, что при этом будет происходить. Значит, вот что происходит с матрицей, если я сопрягаю эту матрицу с помощью вот такой штуки. Во-первых, если вот это с, то что такое с в минус первой? Ну, если сказать, что у нас мю не равно нулю, то тогда это просто один делить на мю, ну, там обратные коэффициенты. Да, будет вот такая вот штука. Теперь вопрос. Что будет, если я с помощью вот такой матрицы сопрягу жордановую клетку? Здесь у меня есть какая-то ламбда, а здесь у меня были единички, тут ноль и тут ноль, а тут я умножаю на с. Ну, можно, наверное, сказать, что если мы домножаем слева, посмотреть сначала, что происходит, когда мы с в минус первой умножаем на жордановую клетку. Мы знаем, что домножение слева на какую-то матрицу равносильно преобразованию над строками, поэтому мы, грубо говоря, каждую строку умножаем на соответствующую компоненту матрицы с в минус первой. давайте проверим. Давайте проверим. Мы домножаем, вы хотите отсюда начать, давайте отсюда начнем. Как у нас устроено произведение матрицы? Мы строчку умножаем на столбец. Что у нас происходит? У нас действительно, если смотреть с точки зрения вот этой матрицы, то на самом деле действительно каждая строка просто умножается на соответствующий элемент. Например, с первой строкой ничего не происходит, потому что она умножается каждый раз на единичку, а все остальные компоненты здесь нулевые. С первой строкой ничего не происходит. Со второй строкой происходит то, что она умножается, значит, как это работает. Если я хочу умножать, например, первый столбец на вторую строку, видно, что здесь умножится вот это в минус первую умножить на вот эту лямбду и так далее. В общем, давайте посмотрим, получается такая штука. Здесь остается лямбда 1, 0 и так далее. 0. Дальше здесь все умножается на минус первый. 0. Значит, это будет мю минус первая, мю минус первая, здесь будет лямбда мю минус первая, 0 и так далее. 0. Здесь будет 0, 0, лямбда мю в минус второй, мю в минус второй, 0 и так далее, 0 и так далее. И теперь нужно умножить то же самое на вот такую матрицу. Теперь мы умножаем справа. Умножение справа. Это что такое? Так, сейчас мы не ошиблись ли. Это то же самое, только мы умножаем столбцы на соответствующие компоненты из правой матрицы. Так, сейчас. Только не ошиблись ли мы, действительно ли столбцы. Например, я хочу посмотреть, что у меня будет записано, скажем, вот здесь, что у меня будет записано в итоговой матрице. Ну, это понятно. Это я умножаю вот эту строчку на вот этот столбец, и здесь вытаскивается вот эта штука, она восстанавливается лямбда. Теперь давайте посмотрим, что вот здесь будет записано. Значит, я умножаю вот эту строчку на следующий столбец, и тут на соответствующем месте будет написано μ квадрат. Значит, вот здесь вместо μ в минус первое будет μ в минус первое умножить на μ в квадрате, и это даст мне μ. Значит, ну давайте по очереди. Значит, вот я умножаю первую строчку на... Значит, первую строчку на первый столбец, это получается просто лямбда. Дальше первая строчка на второй столбец, и это получается μ. Дальше будут нули. Дальше вторая строчка. Здесь будет ноль, здесь будет лямбда, и здесь будет μ. Потому что у нас вот это μ в минус первой умножится на μ квадрат, который стоит вот тут. Не знаю, насколько реально уследить сейчас за этими выкладками. Проще, конечно, сделать самостоятельно. И так далее. То есть в результате вот такого перехода к такой новой системе координат у нас вот здесь вместо рядочка из единичек появляется рядочек из мюшек. И μ мы можем сделать маленьким. μ мы сами выбираем. Чего теперь получается? Значит, опять же, я рассматриваю... Значит, теперь я в качестве моей функции f снова выбираю сумму квадратов координат. Но это теперь новые координаты. Значит, по-прежнему f от x1 и так далее. Это уже xn, это есть x1 в квадрате плюс xn в квадрате. И давайте смотреть, что при этом происходит. Значит, что такое теперь lvf? Значит, это есть, опять же, сумма позже от 1 до n. 2xg умножить на... Значит, здесь должна быть λxg плюс μxg плюс 1. За исключением последнего члена, который будет просто 2x2 λxn в квадрате. Потому что на последней строчке нет никакого μ, там просто λ есть. Как понятно, откуда эта формула взялась? Да. А еще кому-нибудь понятно? Больше никому не понятно. Так, давайте. Я написал кучу выкладок, но можно по поводу... В общем, и если вы потерялись, то самое время задать вопрос. Скажите что-нибудь. Так, ну ладно. В Кремле два человека говорят, что им понятно, а все остальные молчат, как партизаны. Окей, едем дальше. Смотрите, теперь что здесь происходит. Значит, можно просто вынести те слагаемые, которые относятся к... Просто сумме квадратов. И дальше еще остается плюс μ на сумму... Два μ здесь, видимо, будет. Сумму xg, xg плюс 1. Значит, что я хочу сказать? Хочу сказать, что мы знаем, что вот эта λ отрицательная. И теперь нам остается разобраться с вот этой штукой. Идея состоит в том, что мы хотим сказать, что, например, вот это вот произведение, xg, t на xg плюс 1, оно... Значит, ну что можно сказать? Можно сказать, что... xg, t на xg плюс 1 не превосходит, скажем, 1, 2, xg, t в квадрате плюс xg плюс 1 в квадрате. Значит, если xg, t равняется xg плюс 1, то эта штукой просто... Давайте здесь я поставлю меньше либо равно. Значит, если они равны, то тогда это просто равенство. А если кто-то из них больше, то тогда можно... Ну, тогда просто это произведение не превосходит, чем... Не происходит квадрата большего из них. А этот квадрат большего из них не превосходит вот этой вот... Сейчас наоборот. Значит, вот эта штука будет не превосходить... Ладно, давайте я уберу здесь одну-вторую, и тогда будет уж точно правда. В общем, короче говоря, хочу сказать, что вот эти произведения, они на самом деле все вместе не превосходят там какой-нибудь двух сумм позже от 1 до n, ну хорошо, одной суммы, xg, t в квадрате. И тогда получается, что вся вот эта штука тоже оценивается как... Ну, там она оценивается как n умножить на сумму xg, t в квадрате. И, в общем, идея такая, что можно сделать mu настолько маленьким, чтобы вот эта слагаемая по модулю было бы меньше, чем вот эта слагаемая. Ну, а поскольку здесь лямбда отрицательна, то... Точнее, даже так. Хочется сказать, что можно сделать вот это самое... Значит, можно сказать вот что дальше, что это все не... То есть я хочу сказать, что все это отрицательно, значит, вот такую вещь хочу сказать, что это все не превосходит, 2 лямбда плюс здесь, допустим, будет 2n mu умножить на сумму xg, t в квадрате, g от 1, допустим, до n. Вот. Ну, а после этого можно сделать, выбирая mu достаточно маленьким, можно добиться того, что вот эта штука будет меньше нуля. Ну, и, значит, вся наша производная будет меньше нуля во всех точках, кроме самого нуля. Вот. То есть, короче говоря, я хочу сказать, что если я могу вот здесь вот наддиагональю написать достаточно маленькие числа, то этот наддиагональный элемент мне не испортит вот эту конструкцию. Значит, ну, собственно говоря, вот такого типа неравенства он мне не испортит. Вот. После того, как это доказано, таким образом доказано, что для всякого круга достаточно маленького радиуса для всякого круга вокруг нуля, траектория не может из него выйти. То есть, наша картинка, на самом деле, устроена вот ровно так, как я рисовал. Значит, у нас есть точка, у нас есть круги вокруг точки, и мы точно знаем, что если мы стартуем внутри какого-то круга, то мы уж, по крайней мере, за пределы этого круга не выйдем. Ну, и из этого автоматически следует устойчивость полипонову, асимптотическая устойчивость следует не просто из того, что мы из этого круга не выходим, она следует из того, что эта производная строго меньше нуля. Это означает, что у нас радиус должен постоянно уменьшаться. Не просто не увеличиваться, а именно постоянно уменьшаться. Ну, и из этого автоматически следует, что раз радиус постоянно уменьшается, то траектория обязана стремиться к началу координат, и из этого следует асимптотическая устойчивость. радиус монотонно уменьшается ну там по хорошему еще конечно доказать что мы не можем никуда зациклиться тут теоретически могло так как так получиться но на практике тоже не могло потому что если бы у нас бы здесь была бы какая-то замкнутая траектор это на ней бы в любом случае вот это условие бы нарушалось бы в какой-то момент но тут я уже совсем перехожу на коробку рукомахательный уровень радиус монотонно уменьшается стремится к нулю и следовательно траектория стремится к долю следовательно асиментатическая устойчивость вот ну вот как-то примерно так доказывается терема липунова значит я еще доказал для частного случая а именно система линейная и для простоты собственные числа вообще отрицательные вещественные отрицательные вот но в общем случае она доказывается примерно так же то есть вы просто пишите вот такую функцию переходите в правильные координаты пишите вот такую функцию и после этого доказываете чуть более громоздкими выкладками чем у меня были здесь значит доказываете что во первых что действительно значит это производная меньше нуля и более того она не только меньше нуля если ее дифференцировать вдоль линиризованного векторного поля но и если мы добавляем нелинейные слагаемые то это нам не слишком сильно усложняет усложняет конструкцию есть тоже появляются какие дополнительные слагаемые но опять же за счет того что мы рассматриваемся в окрестности особой точки эти нелинейные слагаемые маленькие и можно сделать окрестность настолько маленькой чтобы эффект от вот этой вот лямбда который отрицательно который по камере вещественно часто отрицательно чтобы этот эффект был бы чтобы он бы доминировал над всеми на всеми остальными эффектами и опять же получается точно такая же история и снова получается такая функция вдоль к такая функция которая должна с одной стороны уменьшаться вдоль ваших фазовых кривых а с другой стороны эта функция у которой значит ваша особой точки является минимум ну вот как так делается значит если здесь какие-нибудь вопросы еще вот ну хорошо значит на этом мы история про устойчивость положения равновесия заканчиваем в какой-то мере и переходим к другой история тоже будет слово устойчивость но она будет совсем в другом смысле значит а именно я планирую поговорить про структурную устойчивость структурную устойчивость положения равновесия структурную устойчивость систем систем дефицитационных уравнений значит что такое структурную устойчивость на мы говорили про устойчивость положения равновесия мы говорили про конкретную систему вот на зафиксированная система данного уравнения и мы спрашиваем что будет если мы выберем начальное условие не в точности в положении равновесия где-то близко можно думать так что вот мы жили 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 в положении равновесия но потом произошло какое-то какое-то небольшое возмущение и нас выкинул из этого положения равновесия но при этом сама система осталась неизменной на самом деле для всякого всякого разного рода приложений интересен такой вопрос значит что будет если мы вместо нашей исходной системы уравнений рассмотрим какую-то новую систему уравнений которая будет близко к исходной если мы если мы немножко пошевелим пошевелим нашу саму систему уравнений целиком что при этом произойдет изменится ли но понятно что сами решения как-то поменяются но изменится ли они качественно почему этот вопрос интересен и важен для всякого разного рода приложений но в первую очередь потому что мы понимаем что когда мы пишем какое дифференциальное уравнение мы пытаемся моделировать какой-то там реальный процесс но при этом мы понимаем что наши дифференциальные уравнения отражают этот процесс неточно что это какое-то приближение и в частности это означает что если вдруг так получилось что мы просто чуть-чуть пошевелим нашу систему и свойства этой системы кардинально изменятся то это просто будет означать что вы не можете никакие выводы про эту систему обобщить на ваш реальный процесс потому что ваш реальный процесс тоже можно воспринимать как такое возмущение вашей системы как некоторая небольшую модификацию вашей системы вот поэтому можно представить такую картинку что вот у нас есть какая-то реальность значит у нас здесь есть реальность здесь есть здесь есть наша наша модель но если так оказывается что давайте теперь возьму нашу модель и немножко пошевелю ее то есть я рассмотрю какую-то маленькую окрестность нашей модели значит я не уточняю что все это означает эта картинка она совершенно абстрактно значит точечки точечки на этой картинке означают какие-то ну какие-то процессы значит в частности вот этот процесс реальный вот этот процесс который моделируется нашей моделью а вот здесь можно еще рассмотреть какие-то процессы которые моделируются немножко модифицированной нашей модели вот мы добавили каких-то слагаемых, маленьких, и посмотрим, насколько сильно это повлияло на решение. Если окажется, что мы можем сказать какие-то вещи про вот эту точку, но эти вещи не будут справедливы уже даже для других таких близких точек, то тогда уж точно мы не можем перенести наши выводы с вот этой точки вот сюда, потому что мы понимаем, что реальность, в общем, это не вот в точности вот эта штука. Поэтому мы хотим понять, в какой мере какие-то качественные утверждения про поведение решений дифференциальных уравнений, ну, вообще, кстати, в принципе, не только решений дифференциальных уравнений, но как-то в дифференциальных уравнениях это не более ярко проявляется. В какой мере мы можем делать какие-то качественные выводы про поведение решений, которые бы выдерживали вот эти маленькие возмущения. Например, какие качественные утверждения можно сделать про решение дифференциальных уравнений, про фазовый портрет дифференциальных уравнений. Например, есть положение равновесия или нет положения равновесия. Если они есть, то сколько их устойчиво, они или неустойчиво. Есть замкнутые кривые или нет замкнутых кривых, которые соответствуют периодическим решениям. Ну, в общем, вот такого типа качественного утверждения можно пытаться делать про наши системы. И хочется понять, какие из этих утверждений и в каких ситуациях выдерживают эти маленькие возмущения. Давайте я в качестве примера приведу что-то простое. Вот смотрите, допустим, что у меня есть вот такое уравнение. Скажем, x-точка равняется минус x. И давайте я буду рассматривать, рассматриваем в окрестности нуля. Вот какие качественные утверждения вы можете сделать про это уравнение при его решении? Ну, наверное, что предел при t, стремящемся к бесконечности, равен нулю. Да, значит, предел при t, стремящемся к плюс бесконечности x от t равняется нулю. Так, значит, все траектории стремятся к нулю. Ну, тут еще одно, естественно, утверждение, что ноль особая точка. Значит, ноль положения равновесия. Ну и, собственно говоря, из того, что написано выше, это можно сразу сказать, что оно устойчиво. Ну, не сразу, но напрямую это действительно следует из вот этого утверждения. На плоскости это не обязательно. Не обязательно так, но напрямую это так. Вопрос. Если я немножко пошевелю это уравнение, вот эти вот свойства, которые мы написали, они сохранятся или нет? Давайте посмотрим, что означает, что я немножко пошевелю. Это, на самом деле, хороший вопрос. Значит, давайте теперь рассмотрим... То есть это у меня была система, допустим, 2. Давайте рассмотрим систему 3. Это возмущение системы 2. А именно это вот такое уравнение. x-точка равняется минус x. Ну и давайте мы сюда добавим какую-то функцию, какую-то функцию возмущения. Допустим, h от x. Нет, давайте не h, пусть будет f от x. Где f маленько. Я взял вот это мое исходное уравнение и вот к нему что-то такое добавил. Вопрос. Какие свойства сохранятся, а какие нет? Ну, во-первых, давайте смотреть. Вот все-таки, когда мы эти качественные утверждения не написали, здесь я написал, например, что 0 – это положение равновесия. Но понятно, что выбор 0 – это какой-то произвол. Поэтому правильное утверждение будет звучать так, что здесь существует положение равновесия, причем устойчивое. Но можно, на самом деле, добавить еще одно утверждение, а именно нет других. То есть, что существует ровно одно положение равновесия. Вот такое качественное описание фазового портрета нашей системы. Вопрос. Какие свойства сохранятся для вот такого возмущения? Ну, существование положения равновесия – это точно. Так, а почему? А потому что x линейно, если мы даже к нему что-то добавим. Нет, я еще подумаю сейчас. Наверное, так можно. Допустим, если мы посмотрим x равным 1, у нас получится x с точкой – это минус 1 плюс f от 1. И предположим, что у него есть какой-то знак. И если мы говорим, что f довольно маленькая, то этот знак будет отрицательный. Если мы возьмем точку минус 1 по x, то у нас, наоборот, знак будет положительный. А дальше, если сказать, что у нас f от x, оно будет хотя бы непрерывно, то значит, точнее, сумма двух непрерывных непрерывна, то значит, у нас будет существовать точка, в которой эта производная обнуляется. Но не факт, что это точка одна уже. Да, действительно. Значит, давайте действительно. Вот у меня я по горизонтали рисую x, а по вертикали рисую x с точкой. Значит, и у меня исходная невозмущенная система. Это просто вот такая вот прямая. Значит, это x с точкой равняется минус x. И теперь, действительно, совершенно верно, просто из соображения непрерывности. И понятно, что если f маленькая, то, например, значение вот здесь вот будет уж, по крайней мере, отрицательным. Простите, здесь оно будет положительным, тут оно будет как минимум отрицательным. И, ну вот, по крайней мере, особая точка сохранится. Но, в принципе, если мы требуем просто того, чтобы значения f были бы маленькими, то, в принципе, может так оказаться, что у меня появятся новые особые точки, новое положение равновесия. Но на самом деле для того, чтобы такого не происходило, требуют, чтобы вот эта самая маленькость возмущения, она была бы маленькой, чтобы возмущение было маленьким не просто по модулю, а, как говорят в циаде-энтопологии. А именно я хочу… То есть аккуратное утверждение звучит так. Смотрите. Давайте я скажу… Вот что. Давайте скажем, что свойства… Некоторые свойства сохраняются при малых возмущениях. И если найдется такая степень малости, что для всякой функции f такой, у которой f от x меньше epsilon, давайте я напишу модуль, и модуль f' от x меньше epsilon, если верно вот это утверждение, то тогда система x с точкой равняется минус x плюс f от x. Ой, простите, это нужно было для всякой x, конечно, написать. Значит, обладает этим свойством. То есть смотрите, что здесь происходит. Во-первых, когда я говорю, что функция f маленькая, я требую, чтобы у нее были маленькие значения и маленькая производная. Теперь, что значит, что сохраняется при малых возмущениях? Это означает, что найдется такая степень возмущения, такой размер возмущения, что какую бы мы функцию f в рамках этого возмущения не брали, значит, если f будет достаточно маленькой, то есть меньше у нее, c1-норма будет меньше, чем вот этот epsilon, то тогда возмущенная система также должна была дать этим свойство. Значит, вот такое вот утверждение хочу сделать. Давайте посмотрим теперь. Если я требую вот именно вот такой вот малости, малости вместе с производной, что происходит у нас с положением равновесия для вот такой системы? Значит, вот если у нас f просто маленькая по модулю, то, в принципе, могут появиться новые особые точки. Могут ли появиться новые особые точки, если мы требуем вот такую вот малость? Можно вопрос? Давайте. А если мы возьмем какую-нибудь синусоиду, которая очень-очень сильно растянута? Угу. Она же вроде будет подходить. Не совсем понимаю. Возьмем в качестве чего? Возьмем в качестве функции f? Да. Растянута как? Растянута по горизонтали? Горизонтали, да-да-да. Ну, то есть она сплющена и растянута. У нее маленькая производная, и она сплющена небольшая. Да, так. Ну, смотрите, значит, я с самого начала сказал, что мы сейчас все будем размазывать в окрестности нуля. Но, в принципе, кажется, ваш синусоиды вообще ничему не противоречат, если она сильно растянутая. Ну, просто тогда могут появляться еще... Ну, хотя нет, наверное. Нет, если у вас f – это дикое растянутое синусоиды, то просто, значит, у вас вот эта штука, знак x-точка будет определяться знаком вот этой штуки, далеко от нуля. И там вообще никаких проблем не возникает, кажется. Вроде далее. Так, вопрос. Значит, а сохраняются ли те качественные свойства, которые написаны вот здесь, для вот этого уравнения, x-точка равняется минус x, при маленьких возмущениях вот этого уравнения, где маленькость понимается вот в таком вот смысле? В частности, меня интересует, что происходит с положением равновесия. Мы уже выяснили, что уж, по крайней мере, какое-то положение равновесия существует. Может ли оно, например, изменить устойчивость? Может ли появиться новое положение равновесия? Может ли что-то качественно измениться? Наверное, можно попробовать. Мы же знаем, что у нас x-точка равняется минус x плюс f от x. Можно посмотреть. То есть мы же ищем, когда точку равновесия, мы же приравниваем всю эту штуку к нулю. Можно посмотреть на производную нашего превращения, чтобы посмотреть, как она ведет себя до нашей какой-нибудь особой точки или после. Просто если мы возьмем, допустим, производную от минус x плюс f от x, то у нас получится минус 1 плюс f штрих по x. А мы знаем, что f штрих по x у нас по модулю ограничена эпсилоном, поэтому эта штука будет всегда монотонно убывать. Поэтому, наверное, будет всего лишь одно пересечение с нулем. Но это ничего не говорит про то, где будет пересечение. То есть по x левее нуля, либо правее нуля. Да, но, собственно говоря, действительно. Хорошее замечание состоит в том, что если я просто посмотрю на вот эту функцию, которая у меня есть, получилась в правой части. Да, давайте я скажу, что это v возмущенная. Значит, это просто функция минус x плюс f от x. И если я просто возьму ее производную по x, то это будет минус единица плюс f штрих от x. И при этом мы знаем, что f штрих от x маленькая. Поэтому, например, при эпсилон меньше, чем 1 вторая, вот эта штука будет отрицательна. Например, при эпсилон меньше 1 второй. И, следовательно, положение равновесия будет тоже не более 1. На самом деле ровно 1. Положение равновесия сохранится. И новых не появится. Почему 1 вторая? Ну, мне просто нужно было как-то... Значит, я вот этот эпсилон, он находится в моей власти, потому что вот здесь на эпсилон квантер существования. Я могу потребовать такую маленькость, которую хочу. И я требую маленькость 1 вторую для того, чтобы гарантировать, что вот эта производная меньше, чем 1 вторая по модулю. И это означает, что вот эта сумма гарантирована меньше нуля. Потому что даже если эта производная положительная, она все равно тут минус единицу не перебьет. Там же вроде и минус, просто единицы достаточно. Достаточно, но почему бы не потребовать чуть больше. Вот. Окей. То есть, смотри, если я сейчас восстановлю картинку, то она выглядит так. Значит, вот у меня исходная невозмущенная система. И вот у меня возмущенная система, которая может проходить, ну, как-то... Как-то она может проходить вот так вот. Она обязана... То есть, как бы она может отклоняться, естественно, от моей исходной. Но вот у меня было мое исходное уравнение, исходный фазовый портрет, который выглядел вот так вот, что у меня просто вот здесь было положение равновесия. И все траектории сходились к этому положению равновесия вот так. И у меня есть модифицированный фазовый портрет, который устроен качественно, но очень похоже. А именно все стремится к какому-то новому положению равновесия, которое чуть-чуть сдвинута относительно исходного. Может, по крайней мере, быть чуть-чуть сдвинута. Но может быть сдвинута в одну сторону, в другую сторону, неважно. Но, по крайней мере, по-прежнему качественная динамика точно такая же. Есть одно положение равновесия, все траектории к нему стремятся. Вот про такую систему говорят, что она структурно устойчива. Это означает, что как раз ее некоторые качественные характеристики сохраняются при малых возмущениях. Но чтобы конкретизировать, что означает, что качественные характеристики сохраняются, нам нужно будет дать некоторые дополнительные определения. Но давайте пока посмотрим на этот пример. Понятна ли здесь идея? То есть, как бы, идея в том, что когда мы рассматриваем вот такое уравнение, допустим, что у меня есть какой-то реальный процесс, который я решил описать вот такой вот моделью. И меня интересует, что происходит в этой модели вблизи положения равновесия. И если меня интересует вот такого типа качественное утверждение, то я, в принципе, могу легко рассматривать именно вот такую модель и не слишком сильно переживать по поводу того, что эта модель не совсем точно приближает реальность. Да, реальность находится где-то вблизи этой, вот такой системы. Или вот эта система находится где-то вблизи от реальности. Но суть в том, что качественные их характеристики должны быть более-менее похожи. Вот. Значит, давайте я сформулирую определение. Мне понадобится два часа определения, точнее, даже больше. Значит, первое определение, я хочу напомнить, что такое гомеоморфизм. Значит, отображение H. Ну, давайте считать, что есть какой-то область U в какую-то область V. Давайте считать, что это область U из N-мерного пространства, а это область V тоже из N-мерного пространства. Называется гомеоморфизмом. Если она обратима, непрерывна. Обратно и тоже непрерывна. Если отображение, тогда обратимой непрерывну. Вот. То есть гомеоморфизм – это просто отображение, которое непрерывно вместе со своими обратными. Ну, например, давайте какой-нибудь пример приведу. Скажем, можно привести пример гомеоморфизма плоскости, допустим, плоскости в плоскость, которая нам превратит, например, круг в квадрат. Например, у меня была такая плоскость, у меня здесь был нарисован круг, и я могу с помощью гомеоморфизма отобразить эту штуку так, чтобы все зелененькие точки перешли в зелененькие точки. Как это сделать? Может, нам нужно перейти в какие-нибудь полярные координаты, либо ввести систему на первом, точнее, сейчас, на пространстве, откуда мы отображаем. Там у нас получится какая-нибудь зависимость синуса от косинуса, ее как-то перевести в квадрат. Ну, да, на самом деле, можно сделать какую-то такую штуку. Смотрите. Давайте я рассмотрю всевозможные вот такие лучи. Значит, давайте я сделаю вот что. Я буду вот такие лучи переводить в такие же лучи. Значит, у меня луч переходит в такой же луч, но при этом сам луч я сожму или растяну таким образом, чтобы вот эта точка перешла бы вот в эту точку. Допустим, просто я этот луч линейно буду сжимать или растягивать. Значит, так, чтобы у меня вот эта точка перешла бы вот в эту точку. Значит, упражнение доказать, что то, что получается, это действительно гомеоморфизм. Ну, хорошо, давайте я приведу пример отображения, которое будет непрерывным, но при этом не будет гомеоморфизма. Значит, пример. Такой, например. Скажем, вот я могу перевести полуинтервал от нуля до единицы, могу перевести в окружность. Значит, ну, как я могу это сделать? Ну, я могу просто взять и сказать, что отрезок от нуля до единицы просто соответствует углу на этой окружности. То есть, например, точку отсюда я перевожу в точку на окружности. Ну, так, чтобы единица перешла в 2π. То есть, просто отображение будет устроено так, что если вот это угол φ, а вот эта точка х, то φ равняется 2πх. Значит, давайте проверим, что это отображение обратимо, непрерывно, но является ли обратное отображение непрерывным? Является ли это гомеоморфизмом? Можно сказать? Ну, наверное, то, что оно обратимо, это понятно, потому что мы можем, грубо говоря, помахать руками, сказать, что, ну вот, если мы переводили точку туда, то можем эту точку перевести просто назад, в такую же. Ну, нужно понять, что это будет однозначная операция, но, в принципе, в данном случае более-менее понятно, что это так. А мы можем, наверное, просто сказать, что вот если мы наше, получается, пространство, в которое мы переводим, если мы эту окружность раскатаем впрямую, то у нас это отображение из прямой впрямую. Наверное, там понятно, что если мы какую-то возьмем точку правее, то она переходит правее точку изначального полуинтервала, если мы возьмем левее, то она тоже переходит левее. Ну, это просто про то, что оно обратимо. Вот. Про то, что оно непрерывно. Там просто можно сказать, любая точка у нас есть, мы можем выбрать эпсилонокрестность, оно отправляет эти же точки в какую-то эпсилонокрестность на второй, на окружности нашей. Да, значит, у нас здесь есть маленькая какая-то окрестность точки X, она может быть устроена так, если у нас точка X на самом деле вблизи конца отрезка, то это, видимо, будет какая-то вот такая вот, такой вот кусочек какой-то окрестности. Но в любом случае, значит, у нас, у любой окрестности здесь прообразом является какая-то окрестность тут. Значит, в общем, внимательно посмотрев на это отображение, рассмотрев разные случаи, когда у нас, ну, если у нас здесь точка находится, как бы не вот здесь, не вот в этой точке, то это все совсем легко, потому что единственная проблема, которая здесь могут возникнуть, они где-то вот здесь на границе. Ну, в общем, можно в лоб доказать обратимость и непрерывность, а вот что с обратимостью обратного отображения? Простите, с непрерывностью обратного отображения. А у нас здесь проблема в точке, условно говоря, в точке ноль и два пи не включая, потому что если мы возьмем точки, точнее, ноль плюс какой-то эпсилон больше нуля, то они переходят в окрестность справа от нуля. с другой стороны, если мы возьмем ноль минус два, минус эпсилон, ну, грубо говоря, мы прокрутимся по окружности, то мы попадаем в окрестности единицы слева, вот. У нас, получается, оно не является непрерывным, потому что не существует окрестности, когда мы попадаем в какую-то одну точку на изначальном полуинтервале. Да, действительно. Вот у нас, значит, у нас вот у такой вот, значит, вот здесь у близких точек прообразы оказываются далеки. Вот. То есть, короче говоря, гомеоморфизмы – это такие отображения, которые могут как-то наше пространство изгибать, как вот здесь вот, например. Но они не могут склеивать точки, не могут, наоборот, разрывать, ну, то есть даже не могут склеивать как бы кусочки, ну, вот как здесь у нас, когда мы делаем вот такое отображение, у нас как бы вот этот вот полуинтервал, он вот так, вот так вот наматывается на эту окружность, но при этом его концы, они как бы склеиваются друг с другом, чтобы получить окружность. Вот. Гомеоморфизма так делать не умеют. Вот. Идество стоит в том, что мы хотим сказать, что фазовый портрет не меняет своих качественных характеристик, если мы действуем на него гомеоморфизму. А именно утверждение такое. Значит, точнее, не утверждение, а определение. Значит, две системы х со звездочкой равняется в от х и у со звездочкой равняется в от у называются орбитально-топологически эквивалентными. если существует H гомеоморфизм фазовых пространств, который переводит фазовые кривые первые системы. Давайте считать, что у меня у равняется h от х. Значит, он переводит фазовые кривые первой системы в фазовые кривые второй системы y с точкой с сохранением ориентации с сохранением направления движения. Что это означает? Ну вот, смотрите, давайте рассмотрим пример, который у нас был выше. Вот у нас есть одна система, у нее есть особая точка и у нее есть вот такие фазовые кривые. Вот такая вот штука, сама особая точка и вот такая вот кривая. Это, допустим, x. Тут у нас есть y, которая устроена глобально как-то похожим образом. У нас есть вот такие вот траектории. Вопрос. Являются ли эти две системы орбитально-топологически эквивалентными? например, куда должен отображать наш, если они являются, то куда должен отображать наш гомоморфизм h? Например, вот эту точку. он, получается, ее должен отображать в точку равновесия на y? Да, потому что сказано, что он обязан отображать фазовые кривые в фазовые кривые. Значит, вот эта точка, она сама собой является фазовой кривой. Единственное, куда ее можно отобразить, это в какую-то точку, которая тоже является фазовой кривой целиком, потому что целиком фазовая кривая должна перейти в фазовую кривую. Поэтому наш гомоморфизм h должен действовать как-то так. Он должен вот эту точку перевести сюда, вот эту траекторию он должен перевести вот в эту траекторию. Например, это может быть какой-то гомоморфизм, который просто действует сдвигом. Скажем. Просто сдвигает фазовое пространство. И тогда действительно у нас вот эта фазовая кривая переходит вот в эту фазовую кривую, вот эта фазовая кривая переходит вот в эту фазовую кривую, и никакой проблемы здесь не возникает. Другой пример. Вот у меня есть вот такие две системы. Одна вот такая, а другая вот такая. Являются ли они орбитально-топологически эквивалентными? Наверное, нет, потому что у нас вообще не существует, ну, то есть на первой у нас существует положение равновесия, а на второй нет, поэтому это, наверное, просто разные фазовые кривые. Нет, почему? Вот тоже есть положение равновесия, только оно неустойчиво. Значит, вот здесь есть положение равновесия вот такое, здесь есть положение равновесия вот такое. И то, и то положение равновесия. Просто это устойчиво, а это нет. Ну, а мы вроде бы показывали, что если мы переходим к каким-то другим координатам или как-то что-то меняем, то у нас устойчивость не меняется, потому что мы там, вроде бы вы говорили о тираме выпрямления, вот что-то такое было. Ну, тут на самом деле нужно не тираме выпрямления из пальца, нужно аккуратно увидеть, что определение устойчивости полипунового, например, действительно не зависит от того, что мы действуем какими-то гомеоморфизмами. На самом деле, здесь можно было просто увидеть это так, смотрите. Значит, вот у нас вот эта точка обязана перейти вот в эту точку, никуда не денется, потому что это единственное положение равновесия. Но, смотрите, теперь мы знаем, что у нас наш гомеоморфизм должен переводить фазовые кривые в фазовые кривые с сохранением направления движения. То есть, это означает, например, что вот у нас было две точки здесь, вот, скажем, у нас есть вот эта точка и вот эта точка, вот эта точка номер один, а вот эта точка номер два. И мы знаем, что мы двигаемся от точки один к точке два. Это означает, что после того, как мы подействуем нашим гомеоморфизмом, вот эта точка должна перейти ну куда-то либо сюда, либо сюда, Ну, давайте, например, предположим, что она будет переходить куда-нибудь вот сюда. Тогда порядок обхода этих точек должен быть таким же. Поэтому это означает, что наш гомеомарфизм должен действовать как-то так. Он должен точку номер один перевести сюда, а точку номер два перевести сюда. Потому что вот здесь порядок обхода вот такой. Но тогда что получается? Получается, что точки, которые близки вот здесь, к вот этой особой точке, должны отображаться куда-то вот сюда. То есть далеко от вот этой особой точки. Это нарушает условия непрерывности. Значит, вот такая штука не является орбитально-топологически эквивалентами. Вот. Ну и, наконец, давайте я дам последнее определение, и мы на этом закончим. Определение. Система x с точкой равняется v от x называется структурно-устойчивой. Если существует такое эпсилон больше нуля, что для всех f, у которых значение f меньше эпсилон и производная по норме тоже меньше эпсилон, будет верно утверждение. Значит, x с точкой можно рассмотреть систему вот такой вот, систему 1. Тогда 1 является орбитально-топологически эквивалентной. Система 2, которая есть x-точка, равняется v от x плюс f от x. То есть, если я делаю маленькие возмущения, то новая система оказывается орбитально-топологически эквивалентной исходной системе. Вот это означает, что система структурно-устойчива. Это как раз формализация идеи о том, что система не меняет своих качественных свойств, если мы делаем маленькое возмущение. Ну, вот то, что я хотел сегодня рассказать. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Про гомеоморфизм. Мы там, когда его переводили, мы ничего не говорили о дифференцируемости. Просто, наверное, когда мы переводим окружность в квадрат, то там ломается дифференцируемость. А у нас вроде бы не должна нигде... Точнее, фазовая кривая, если она была дифференцируемой, то она переводится, наверное, в дифференцируемую. Ну, мы не требуем от нашего гомеоморфизма никакой дифференцируемости. Более того, бывают ситуации, когда дифференцируемость явно нарушается. Значит, у вас там на семинаре будет, например, пример двух систем, которые обретают лентопологически эквивалентные, но при этом гомеоморфизм, который их связывает, не дифференцируем. Если потребовать дифференцируемости, то это будет другое. Требование гораздо более тонкое. Например, если мы будем требовать от этого отображения, которое связывает нам две системы, если мы будем требовать от него дифференцируемости... Сейчас. Какое я хотел утверждение сказать? Нет, кстати, не знаю, что при этом будет. В общем, короче говоря, несмотря на то, что действительно фазовые кривые сами по себе должны переходить в фазовые кривые, и они должны, если они были гладкими, они должны оставаться гладкими, но, например, возможна ситуация, когда у вас в особой точке, у гомеоморфизма, который вы рассматриваете, нарушаются условия дифференцируемости, и это не приводит к тому, что на фазовых кривых появляются какие-то изломы, потому что особая точка, там нечем ломаться, она точка. Угол у квадрата, это же не особая точка, но там она не гладкая. Еще раз? А угол у квадрата вот у вас справа? Вот этот. Да-да-да, он... Нет, ну это был просто пример, как может быть устроен дифференцируеморфизм. Я не утверждаю, что... Я не утверждаю... То есть не дифференцируеморфизм, а гомеоморфизм. Я не утверждаю, что... Я не говорю, что вот такая фазовая кривая должна перейти вот в такую фазовую кривую. Вот такая фазовая кривая... Вот такой фазовой кривой не бывает, потому что если бы фазовая кривая была бы вот такой, то было бы непонятно, какой вектор касательный вот в этой точке. Фазовые кривые, они все-таки гладкие во всех точках, через которые они проходят. Это просто пример того, какими в принципе бывает гомеоморфизм. Спасибо, хорошо. Вот. Ну и здесь, заметьте, что у нас квантерсуществование, то есть должен найтись какой-то гомеоморфизм. Это не означает, что такое свойство должно выполняться для всех возможных гомеоморфизмов. Просто какой-то гомеоморфизм существует. Вот. Еще вопросы? Можете еще раз показать орбитально-топологический эквивалент? Так, значит, определение орбитально-топологической эквивалентности ваттена. Да, спасибо. Но я просто посмотреть. Так, еще вопросы? Хорошо. Ну, тогда все на сегодня. До свидания. До свидания. Спасибо, Саня. Продолжение следует...